привет как у тебя дела хорошо ты знаешь эту даму попавшую в аварию или нет я не отвечаю на вопросы хорошо хорошего дня сэр хорошо спасибо вам что это был за джентльмен который только что стоял здесь я не отвечаю на вопросы а есть ли на то причина я не отвечаю на вопросы у тебя хороший шаг ты тоже для чего мы здесь снимаем ты не хочешь поговорить нет я не отвечаю на вопросы хорошо повтори еще раз как тебя зовут а я не отвечаю на вопросы хорошо хорошего тебе дня спасибо позвони номер телефона я не отвечаю на вопросы хорошо здесь есть кто-нибудь кто может ответить на вопрос не отвечай на вопросы хорошо я не уверен как на это реагировать сэр я не отвечаю на вопросы я не отвечаю на вопросы ты не отвечаешь на вопросы это правильно в чем же причина этого я не отвечаю на вопросы во первых я не отвечаю на вопросы означает именно то что там написано это значит что ты не должен отвечать ни на какие вопросы. Ноль ни одного надо пшик. И вот почему. Твои ответы могут быть компрометирующими, ты даже не подозреваешь об этом. На самом деле, это именно то, на что они надеются. Это тебе стоит совершить ошибку, чтобы они могли провести тебе полевой тест на трезвость, обыскать твой автомобиль или что похуже. Так что не будь глупым. Держи рот на замке и не засовывай ногу в рот. И не бойся употреблять эти слова. Ими можно пользоваться. Таков закон. Твои предки умерли, чтобы дать тебе это право. Так что давай не будем забывать об этом и не позволим этому пропасть даром. Они записали это в наш Билле правах. Это пятая поправка, твое право хранить молчание. Помни об этом. Пятая поправка гласит, что ты не должен быть принужден ни по какому уголовному делу быть свидетелем против самого себя. Ты знаешь, что это значит? Это означает, что ты не должен никому ничего говорить, особенно закону по какой-либо причине, если ты этого не хочешь. Это то, что люди имеют в виду в суде, когда говорят, что я признаю себя виновным пятого числа. Используя эти четыре маленьких слова, я не отвечаю на вопросы, ты сообщаешь этому офицеру, что знаешь свои права и не боишься ими воспользоваться. Ты также сообщаешь ему, что ему нужно немедленно прекратить эту линию допроса. Но имей в виду, и это очень важно, ты должен записать на видео свою встречу с полицией.